А он был особенный какой-то? Он для меня до сих пор особенный. Старше вас? На сколько? На три года. Ну, это вообще ни о чем. А вместе съехались когда? Фактически сразу. То есть, в 13 лет я его увидела, 7 лет перерыва, потому что на тот момент я и думать ни о чем не могла, в силу каких-то возрастных порогов определенных. А потом жизнь снова нас свела и сводила неоднократно, то на улице, то еще где-то. Он был плохой мальчик, наркоман. А откуда у него туберкулез? Он сидел? А мы можем эти моменты не озвучивать? Почему? А сколько хочешь сказать почему? Потому что любишь его до сих пор, честно? Я считаю, что это нечестно по отношению к человеку. Почему нечестно-то? Бежать. Как вы считаете, может измениться человек? Ну, никогда в жизни. Настя, послушайте меня. Я не готова к этому. Почему? Потому что надеетесь, что он еще в очередной раз придет погладить по головке? Я не хочу показывать на все осмотрения, все обозрения, такие подробности в своей жизни. Вернетесь к нему? Да, я с подругой поговорю. Настя, если он ее позовет, вернется к нему? Вернется, да? Какой ужас. А потом вместе мы все соберемся и будем на похоронах говорить. Царство Небесное Настике в расцвете лет такая красавица была. Бабуль, куда вы не доглядели? Ну вы ладно. А я со своим опытом, думаете, себя буду по головке гладить? Настя, да я себе этого не прощу. Да я тебя за руку возьму и запру у себя дома. К батареи прикую. А к нему не пущу никогда в жизни. Потому что они упыри. Упыри. Это их проблема. Вот что делать с девчонками? Какие на них повесить гири? Приводи ее сюда. Скажи, что это все вывезло. Сейчас, сейчас. Она поняла, что ты не хочешь озвучить. Успокойся пока. Ты можешь просто успокоиться, Настя? Успокойся. Настя, все, она поняла, что-то для тебя. Да, все. Она просто высказала спокойствие. Ты успокойся. Все, успокойся, пожалуйста. Ань, грим позори, грим позори. Успокойся. Я буду нести. Я хочу все. И даже мне-то ничего не сделать. Она только и думает о ней. Я не знаю, что это. Понимаешь? А потом, да, Татьяна Мадельсовна, потом вы говорите, судьба такая. Какая судьба? Сегодня есть возможность его близко к ней не подпускать. Сегодня есть такая возможность. Она даже сейчас боится и думает. Вдруг увидит. А может быть, он ее еще встретит. А может, еще по головке погладит. И будет рядом с ней. А потом все руками разводят и говорят, упустили девку. А могли ведь еще? Могли. Да я-то не знала даже. Они же учились в одной школе, в Тучково. Маленькие были. И вдруг он пришел. Она жила одна. Я к ней ходила часто. Ну, конечно. Потому что ни мамки, ни папки. А хочется же молодого. Что с бабки-то взять? Одни норовоучения. Зу-зу-зу. Зу-зу-зу от вас. А толку нуль. Где она? Давайте, девчонки, без вас разберемся. Пошли, моя девочка. Пойдем. Ко мне поедешь ночевать? Возьми. Стакан возьмите. Никуда тебя не отпущу. Я потом себе не прощу никогда в жизни. Да я тебе на ноги гирю повешу, чтобы ты не пошла. А если бы, не дай бог, с моей девочкой такое случилось. А кто-то бы знал. И кто-то бы позволил бы, не дай бог. Да я бы прокляла этого человека. С ума что ли сошла? Я тебе говорю, я тебе не дам в обиду. И я тебя не отпущу. Поедешь ко мне. Красавица. Я понимаю, ну была бы какая-то страшная, жирная бы. Посмотри. Глупая. Ладно. И Модеста у нас сиди уже. Сама как-нибудь. Моя курочка. Вот как они могут, а? Представляешь, вот у тебя невеста, дочка на выдох. Я говорю, не приведи бог. А еще если ты будешь знать, что кто-то знал и молчал. Не проклянешь? Садись, моя рыбочка, садись. Татьяна, расскажите мне, пожалуйста, у вас есть квартира, вот ваша собственная? Есть. А вы можете ее, например, вот как-то поменять, чтобы у Насти была своя собственная? Вот какая-то, чтобы ей не нужно было никому. Так нет, он меня боится. Он меня боится. Он ко мне не приходит. Потому что у меня о нем свое мнение, понимаете? Нет, послушайте. Ну, во-первых, что же так за Настику не цепляться-то? Во-первых, красивая, умная, гордая, хорошо воспитанная. Что же ее не любить-то? Тем более, если она сама готова к любви, и она сама открыта, вот она я. Понимаете? Сама любит. Правильно. Какое у меня в этом возрасте было. Кто пожалел, кто по головке погладил, тот и хороший. А он меня боится. Он не ходит к нам. Ну, еще бы. Ой, Настя, даже не ты сам. Я просто сегодня буду, как дочь свою собственную, смотреть на этих женихов, поэтому пусть боятся. Взял, конечно, психолог сумасшедший. Она может быть так в цену, и она может и убить словом, и воскресить словом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!